Перед просмотром видео хочу порекомендовать вам канал очень позитивной и открытой девушке Вики, которая живет в Киеве со своим мужем. Она снимает свою жизнь, ее девиз по жизни, жизнь, кайф. Ее видео наполнены душевностью, открытостью и эстетической красотой. Она снимает разные обзоры на покупки, ремонт, планы на будущее, семейные душевные посиделки, путешествия в разные страны и не только. Летом они с мужем планируют глобальную перестройку дома. Будет очень интересно наблюдать за их прогрессом. Подписывайся. Доброе утро, друзья. Да-да, именно утро. Это видео я записываю утром и я надеюсь, что я запишу его без каких-либо склеек, монтажа и неудачных дублей. В последнее время, как вы уже знаете, у меня появилась новая работа. И я даже особо не успела понять, наверное, либо же заметить тот факт, что меня вот прям тянет. Работать. Меня каждый день вовлекает что-то новое. Возможно, потому что эта работа связана с книгами. А это всегда мне было интересно. И кто помнит, я уже рассказывала, что когда мне было лет 15, я даже писала стихи, разные повествования, разные истории. Вот, поэтому я работаю. Я особо никуда не пропадаю. Я очень благодарна всем и каждому, кто пишет мне о том, что так уже привык каждый день видеть видео, что-то смотреть, чтобы я что-то рассказывала и показывала. Но для себя на данный момент я, наверное, приняла вот тот факт, что в люди, да, нужно выходить тогда, когда у тебя вот что-то произошло, случилось. У тебя есть какая-то информация для людей, чтобы это не было простой и пустой болтовнёй. С самого начала хочу, конечно же, ещё раз вас поблагодарить, потому что, просматривая множество комментариев на своём канале, я вижу, что атмосфера немножечко у нас меняется. И мне кажется, в большей степени это потому, что меняюсь, конечно же, я. Так, знаете, как эгоистично немножко может быть сказано, но действительно просто, а меньше негатива. При том, что я никого не блокирую, не удаляю комментарии, не чищу ничего, действительно стало вот как-то спокойнее. Вот то, что мне бы, наверное, хотелось, чтобы было на моём канале изначально. Но поскольку в силу возраста, да, в силу каких-то определённых обстоятельств это было невозможным, я научилась на своём горячем, на своём негативном опыте, правильнее будет сказать. И, соответственно, YouTube мне очень сильно помог, и вы мне очень сильно помогли, в особенности ту поддержку, которую я получила в плане похудения, в плане изменений себя, когда начала себя больше показывать. Поэтому ещё раз вас благодарю, вы очень хорошие все положительные люди. Сегодня мы с вами также поговорим о похудении, о каких-то переменах, которые произошли со мной на протяжении вот этих нескольких месяцев. Потому что, если суммировать, то уже, наверное, вот я запомнила эту дату, с 31 августа наступил этот переломный момент. Я начала свой путь, действительно серьёзный путь похудения, и уже на протяжении этих сколько, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, уже будет март, на протяжении, ну, грубо говоря, уже полугода вес не возвращается, вес становится. Он может останавливаться, он может снижаться, он может быть плюс-минус там килограмм набираться, но не более того. Я считаю, что это замечательно, потому что понимаю, так же, как многие пишут мне в комментариях, что не у каждого человека вес удерживается. Зачастую происходят какие-то определённые срывы, после которых вес, соответственно, набирается в 2-3 раза больше. Многие из вас мне так же об этом пишут. Так вот, в чём же секрет? Какой же, возможно, есть метод новойнационный какой-то, необычный? Я хочу сказать, что мне кажется, что секретов вообще никакого нет и не может быть. Потому что всё зависит от нас самих, от нашего реального желания. Не от желания кого-либо, да, когда там всю жизнь говорят, тебе надо похудеть, тебе надо срочно это сделать, тебе там что-то ещё надо. И ты под влиянием социума, то есть, да, своего какого-то круга общения начинаешь это делать, но начинаешь это делать без особого желания. То есть тебе кажется, что и так всё окей, всё нормально, на тебя давят, и ты, соответственно, это делаешь. В недавних видео был у меня такая, ну, не конфликт, это очень громко сказано, был такой словесная небольшая перепалка в плане того, что мне сейчас многие пишут о том, что ты ж смотри, не сорвись, ты ж смотри, там, не верни свой вес, там, ну, что-то вот в этом роде. И я поинтересовалась, кстати, этот человек мне так, в принципе, и не ответил, зачем люди страшат друг друга, да, загоняют друг друга в какие-то рамки. Вот. Другая зрительница написала мне о том, что можно было бы ответить иначе, что не нужно обвинять там кого-то в своих каких-то моментах, да, не очень хороших. Я вам хочу сказать, как человек, который длительное время был в значительном лишнем весе, конечно же, он есть до сих пор, что подобные, вот, подобные роды высказывания, неважно, это комментарии в интернете, либо же это кто-то скажет вам из ваших близких, очень сильно понижает самооценку человека, который еще пока только на пути к изменению себя, изменению своей внешности и похудения. Понятное дело, что сейчас, когда у меня уже есть значительный результат, более 20 килограмм, ты уже становишься увереннее, и ты уже менее реагируешь на подобные выпады. Но когда ты только начинаешь, поэтому мне, соответственно, было интересно, почему человек вот так вот решил запугать, ну, может быть, не меня, а может быть, кого-то еще, когда вот девчонки, да, которые только хотят похудеть, которые весят более, там, 100 килограмм, так же, как это было и у меня, и они начинают бояться, все-таки начинают себе какие-то вот ставить такие перегородки в голове, что вот, а если у меня не получится, а если у меня наберется вес, я боюсь начинать, потому что вдруг, а вдруг, а вдруг, очень много вот этих вот сомнений, я вас прекрасно понимаю, я такая же самая, я тоже прошла через это все, поэтому сейчас могу говорить об этом, не на уровне эксперта, конечно, потому что я не эксперт, я лишь пробую на себе разные методики и уже потом в итоге понимаю, подходит мне это или нет. Что же я пробовала ранее, уже тоже вам рассказывала, это интервальное голодание. Эта штука классная в том случае, когда вы можете грамотно распределять свое время, когда вы четко понимаете, что не отходя от, там, конструкции, да, там, например, 16 на 8, да, когда вы 8 часов едите, 16 нет. То есть, когда, например, вы для себя решаете, что с 10 до, там, 5-6 часов вечера вы едите, а потом вы не едите, да, вы можете обойтись, к примеру, без завтрака, тогда вы можете попробовать интервальное голодание. Но в случае того, если вы понимаете, что, там, какой-то день у вас не получится, там что-то пойдет не так, и будут постоянные, вот, отклонения от этого питания, к сожалению, оно не принесет результата. На этом питании в свое время я потеряла 16 килограмм. Это было несколько лет назад, еще когда я жила в другом городе. Но вес быстро вернулся, потому что, опять же, повторюсь, на тот момент я была не готова к похудению, я была не готова к таким каким-то переменам. Меня, наверное, внутренне где-то вот все устраивало, и, соответственно, изменений не произошло. Этот вес набрался, он набрался не в два раза больше, он просто вернулся на свой какой-то предел. Также сейчас очень популярно интуитивное питание, да, то есть ты ешь, когда ты хочешь, ешь, сколько ты хочешь, но при этом я не видела информации в интуитивном питании о балансе. Это то, к чему сейчас мы с вами придем. То, к чему пришла, в принципе, я. В принципе, я считаю, что интуитивное питание не такое уж и плохое, но при этом нужно понимать, что интуитивно в период каких-то стрессов, в период какого-то не очень хорошего настроения, у женщин в период критических дней могут возникать конкретные срывы, конкретные переедания, которые в итоге приведут вас к набору веса, а не сбросу. Поэтому тут нужно понимать, если ты там эмоционально стабилен, спокоишь, у тебя все хорошо в жизни, а такого быть не может постоянно, это уже проверено горьким опытом, в том случае тогда ты можешь пробовать интуитивное питание. Также интуитивное питание можно совмещать с балансированным. Я вам уже говорила о том, что я приобрела книжку Насте Шардаковой, может быть, кто-то смотрит ее тоже в Инстаграм. «Философия питания», по-моему, так она называется, на данный момент она не продается. Я это говорю не с точки зрения того, что я этим занимаюсь, просто я знаю, что все книжки, все, вернее, книги распродались, и через несколько месяцев только Настя будет снова ее продавать. Если вам интересно, я буду освещать вам эту информацию, потому что, соответственно, я смотрю Настю каждый день, и если там будет маяк, то что есть какая-то книжка, я вам буду об этом тоже, соответственно, говорить. Мне эта книга очень понравилась. Во-первых, тем, что человек грамотно, с точки зрения профессионала, объясняет, почему важен прием, важен баланс жиров, белков, углеводов, и при этом абсолютно нет никаких рамок. В конце этой книги есть замечательная подборка, которую мы с вами постараемся некоторые рецепты повторить, что что-то мне нравится в еде, что-то не нравится. Это тоже, кстати, исключительно важный момент, когда вы худеете, вам нужно определиться и знать, что вы хотите, что вы едите, что не едите. Может, у вас таких проблем нет, я, к примеру, не ем рыбу и не ем грибы, да, то есть основное то, что я не употребляю вообще, поэтому разнообразие у меня немножко, круг, вернее, разнообразие у меня немножко уменьшается. При балансе белков, жиров, углеводов, не при калораже, Настя абсолютно не считает калории, я, кстати, с ней соглашусь, потому что также долгое время считала калории, при этом свой организм загоняла в стресс. Если у вас режим, если вы считаете калории, замечательно, это ваш выбор, это ваше решение. Моим решением было не считать абсолютно калории. Я стараюсь максимально очищать своё питание от какого-то либо мусора, да, от каких-то там снеков, конфет, каких-то там, ну, чего-то того, что не принесёт мне пользу. И это идёт на уровне не ограничений, а именно на уровне того, что я больше этого просто не хочу, да, то есть я себя не ограничиваю, я иногда могу съесть какую-то гадость, но при этом я не буду чувствовать грузения совести, я не буду считать, сколько это калорий, вошло ли это в мой калораж за весь день, я не буду себя наказывать, я не буду себя обижать, потому что очень важно найти ту гармонию с собой, в которую вот пришла я. Почему я стала спокойнее реагировать и относиться на разные замечания относительно веса, относительно моей внешности, потому что я окончательно её приняла. Любить себя обязательно, девочки, нужно в любом весе и в любом виде, ни в коем случае нельзя говорить о том, что я себя ненавижу, там, когда я там набрала 5 килограмм, я себя ненавижу, любите себя, именно эта любовь к себе приведёт вас к тому, что вы начнёте меняться. По питанию, что я сказала, это баланс, сейчас я на себе это испытываю. Раньше у меня было исключительно ПП, когда я сидела исключительно на правильном питании, у меня уже была такая, как такой шаблон того, что мне можно есть, того, что мне нужно есть. Сейчас же это всё-таки более действительно тоже интуитивно. Вот, к примеру, сейчас я готовлю себе сырники. Я утром часто стала есть что-то из творога, либо же там творог со сметаной, либо сырники, либо какой-то хачапури вот этот вот ППшный, он очень классный, такой маленькая лепёшка, я тоже показывала рецепты, если нужно, я продублирую всю эту информацию. То есть, что-то из творога, потому что творог, яйцо, вернее, белок яйца, это источник белка. Это то, что нам нужно утром, то, что нас более насытит. Я стала есть овсянку, хотя абсолютно раньше её не ела. Разно видности. Есть ленивая овсянка, она крутая, вкусная. Скоро буду, наверное, делать уже подборку завтраков. Почему-то больше меня тянет на завтраки в плане съёмок видео. Можно разгуляться, разное что-то приготовить. Вот. То есть, множество разных вариантов есть в условии того, вот, кстати, сырники приготовились, в условии того, что вы найдёте свой какой-то баланс, да. Есть определённый список продуктов, который вызывает у нас отёки, да, задерживает нашу воду. Конечно же, вы должны принять тот факт, что эти продукты, если вы всё-таки их хотите употреблять, их лучше употребить в первой половине дня, но ни в коем случае не вечером. То есть, есть какие-то негласные правила, но при этом они не вставят каких-то рамок в нашей голове. Они просто имеют какой-то такой рекомендательный характер, да, когда ты не говоришь, что вот я это категорически не буду есть, а когда ты хочешь это съесть, ты это съешь спокойно, но ты при этом договоришься со своим организмом, что ты это съешь, допустим, не вечером, там, вечером, да, кто-то там любит рыбу, например, да, которая тоже задерживает очень много воды, определённая рыба, там, сушёная, не знаю, там, какие-то ещё морепродукты. И ты, к примеру, да, там, ну, ты можешь и вечером это съесть, но ты уже чисто вот интуитивно со своим организмом договоришься, что ты съешь это, к примеру, завтра, там, в первой половине дня. Ну, либо же ты съешь уже вечером, но ты себя не убьёшь за это, ты не будешь себя обвинять в том, что ты это съел. Поэтому для меня, по факту, вот, пройдя уже значительный путь, это уже полгода, я считаю, что это действительно значительный путь, понятное дело, что ещё много-много нужно достичь, ещё многое впереди, это, как бы, само собой разумеется, вот. Но, тем не менее, я понимаю, что какого-то определённого секрета, наверное, нет, потому что у каждого есть свой какой-то метод. Одному подойдёт, допустим, там, интервальное голодание, другому оно не подойдёт. Одному подойдёт интуитивное питание, другому не подойдёт. Но я точно знаю, что баланс, сбалансированное питание подойдёт абсолютно каждому человеку. Стоит лишь только попробовать, стоит лишь только что-то изменить в плане хотя бы питания. Уже, да, сначала питание, потом уже какие-то, соответственно, физнагрузки. Поэтому, девочки, я вам желаю большой удачи, чтобы у вас всё-всё получилось то, что вы хотите. Плюс к вашей карме, к вашей самооценке, конечно же, даст ещё физическая нагрузка. Но, опять же, тут уже каждый сам для себя решает, потому что у кого-то есть проблемы с ногами, у кого-то ещё с какими-то частями тела. Поэтому здесь я не могу ничего рекомендовать, либо же советовать. А в плане питания на себе, соответственно, пройдено. Ещё такой момент, вот вспомнила сейчас. Мне девчонка писала в Инстаграм о том, что вот ты говорила, что у тебя есть проблемы с гормонами, проблемы с щитовидкой, но при этом, изменив питание, ты начала худеть, значит, всё-таки дело было в питании. Дело во всём в комплексе. Не может какой-то один аспект, один какой-то пункт изменить в человеке что-то, если у него есть какие-то проблемы со здоровьем. С гормонами более-менее сейчас нормализовалось. Я пила таблетки ещё тогда, когда жила в Днепре, когда только начинала худеть, менять своё питание, я пила таблетки, и, соответственно, я считаю, что в каком-то смысле выздоровела. Проблемы с щитовидкой остаются. Поэтому, кстати, вот ещё такой момент. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, обязательно консультируйтесь с врачом. Относительно диетологов, хочу сказать, и нутрициологов. Если у вас есть возможность, обратитесь. Я, по сути, не обращалась ни к кому. Ну вот кроме вот того марафона, того старта, который у меня был у Аллы, блогера, который я вам показывала тоже в Инстаграме. Вот. Ничего. Но я хочу сказать, что сейчас особо по тому меню, что было у Аллы на марафоне, я не питаюсь. Поэтому, может быть, это помогло мне запустить как-то процесс похудения, изменения, и уже в дальнейшем придерживаться этого. Я не знаю. Есть какой-то, наверное, ещё какой-то секрет. Поэтому, девчонки, не ищите секретов. Не пытайтесь усложнять себе жизнь. Просто элементарно попробуйте изменить своё питание. Это очень вкусно. ПП — это очень вкусно. Баланс — это очень вкусно. Множество рецептов. Я вам, может быть, поставлю несколько скринов с книги, которые я до сих пор, кстати, читаю, перечитываю каждый день. Там не так много страниц, но всё равно, пока ты это себе в голову не зальёшь, эту информацию, ты не начнёшь её грамотно переваривать. Вот. Скину вот пару вам фоточек, вставлю, и это всё можно, и это всё вкусно, и это всё сбалансировано, красиво, аппетитно. Я не знаю. Я готова целые какие-то воды петь правильному питанию, и благодарности, конечно, всем людям, которые помогли мне прийти к изменению вот такому вот внутреннему. И, возможно, действительно, то, что я похудела, помогло мне измениться. Вот. Как-то так. Сколько я вам наговорила? Боже, почти 20 минут. Спасибо большое, кто досмотрит это видео до конца. Завтра с вами мы идём на... Надеюсь, что мы пойдём на одно замечательное мероприятие, и поэтому вскоре возобновятся влоги. Я надеюсь, что они вам по-прежнему будут нравиться, и вы, конечно же, об этом напишите в своих комментариях. До скорых встреч. Пока.